Телеканал КРТ представляет Мы хотим предупредить горожан, что козлы могут захватить здание городского совета и проголосовать, например, за продажу городской земли, о чем это я, видать, музыкой навеяло. Злые языки утверждают, что смерть, однажды встретившись с супруной, закричала от ужаса, решив, что она начала отражаться в зеркале. Американец спрашивает у русского, а что значит от 2 до 150 килотонн? А русский ему и отвечает, дело в том, что мы планировали 2 килотонны. А оно как? Толбанет? No comment. Блин. Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. Разумеется, главным вопросом повестки дня, как международной, так и национальной, является эпидемия коронавируса. И чем дальше, тем более мрачными выглядят перспективы ее распространения, несмотря на предпринимаемые во всем мире чрезвычайные меры. Однако, так как программа записывалась с 1 апреля, то искушение показать что-нибудь забавное и жизнеутверждающее превысило у автора чувство долга перед мировой скорбью. Командир, может я повязку какую-нибудь марливую, напялю или что там положено? Но вы обязательно должны меня пропустить. Не имею права. Приказ есть приказ. Приказ. И потом вы сами должны понимать, это для вашей же безопасности. Думайте, у меня есть приятное вот так вот стоять, мерзнуть. Приказ, да? А что же вы тогда вот этот джип черный пропустили? Значит, одним можно, а другим нельзя. Что, их вирус не возьмет? Почему же? Их возьмет. Просто их? Ну, кого сказать? Ну, их не жалко. Извините, служба. Ну, а тем, кто не настроен шутить, а мыслит конспирологически и верит во всемирный заговор, могу тоже подбросить пищу для размышлений. Вашему вниманию традиционная предновогодняя обложка журнала The Economist, изданного в конце 2018 года с прогнозом на 2019. Видите, в левом нижнем углу зверушку, похожую на броненосца. Это китайский панголин, который на данный момент считается первопричиной коронавируса, COVID-19. И который бодро наступает в сторону шаржированного Витрувио, человека с идеальными пропорциями с точки зрения художников итальянского возрождения. Так о чем же за год до пандемии предупреждали миротшильды, являющиеся главными акционерами издания? А вот в Британии, опустевший от карантина уэльский городок Ландудно, захватили дикие козлы, которые чувствуют себя хозяевами города. Мы хотим предупредить горожан, что козлы могут захватить здание городского совета и проголосовать, например, за продажу городской земли. О чем это я, видать, музыкой навеяло. Впрочем, как известно, нет худа без добра. Хотя здесь скорее на безрыбье и рак рыба. Короче говоря, в связи с тем, что Белоруссия единственная европейская страна, которая не остановила свой чемпионат по футболу, права на трансляцию матчей уже приобрели спортивные каналы из 12 стран. Привыкшие к адреналину прямых эфиров, болельщики всего мира готовы смотреть белорусский чемпионат. Но самым популярным клубом у зарубежной аудитории неожиданно стал провинциальный среднячок. Команда «Слуцк» из одноименного городка. У клуба появились фан-клубы в Австралии, Англии, США и других странах. Причем в Австралии учрежден мировой фан-клуб «Слуцк», а американцы написали англоязычный гимн клуба. Дело в том, что для англоязычных болельщиков название клуба созвучно слову «Слуцк» – «шлюхи». При этом все эти фан-клубы состоят из реальных людей, живо обсуждающих в группах игры клуба и даже начавших кампанию по сбору средств на полюбившуюся команду. Впрочем, несмотря на готовность к эпидемии и оптимизм Александра Лукашенко, Белоруссия тоже понесла первую жертву в борьбе с коронавирусом. Умер заслуженный артист республики 75-летний Виктор Дашкевич. С большой вероятностью можно предположить, что на момент выхода в эфир нашей программы количество инфицированных коронавирусом в мире достигнет психологически важной отметки в 1 миллион человек, что, несомненно, будет вызывать дополнительный моральный дискомфорт. Можно ли победить пандемию карантином, залив экономику эмиссионными и кредитными деньгами? Ответ не очевиден, а потому происходящее можно назвать масштабным экспериментом над человечеством и глобальной экономикой. Трудно осудить украинские власти за жесткие карантинные меры. Но необходимо понимать, что эти меры скопированы с богатых стран, которые, тем не менее, уже сомневаются в своей способности смягчить, например, двухмесячный тотальный карантин с фактической приостановкой большей части экономики. Где взять недостающие деньги? Простейший ответ у Международного валютного фонда. Действительно, МВФ выделяет на борьбу с пандемией 1 триллион долларов. Из этой суммы 50 миллиардов достанется странам с низким уровнем развития экономики через механизмы быстрого кредитования. Украина может рассчитывать на 1,5 миллиарда. Более крупные суммы от 6,5 до 8,5 миллиардов, причем 4 миллиарда в ближайшее время, МВФ обещает под принятие закона об открытии рынка земли и так называемого банковского закона, который делает невозможным возврат владельцам национализированных банков их активов даже по решению суда. Земельный закон ожидает своего подписания президентом банковский второго чтения. При этом президент Зеленский лично уговаривал депутатов проголосовать за эти законы, угрожая экономическим крахом без кредитов МВФ. Впрочем, имеется информация, что банковая ведет также переговоры с Пекином о выделении кредита в размере 5 миллиардов долларов на два года. Более серьезно, ситуацию с кредитами МВФ мы обсудим с экономическим экспертом Юрием Атаманюком. Добрый вечер, Юрий. Юрий, первый вопрос. Вот кредиты МВФ, в какой ситуации их выдают? Чтобы просто вот мы понимали, потому что с точки зрения Украины мы с 94-го года, так сказать, или получаем, или просим, или участвуем в программах МВФ. Ну, в начале, прежде всего, надо, чтобы наши зрители понимали, что МВФ – это точно не благотворительная организация, которая нет такой задачи у нее, вот, как помочь Украине. Это акционерное общество фактически, в котором доли распределены участия от вливания финансовых средств. Самая большая доля и блокирующий пакет под 18% имеют Соединенные Штаты Америки. И дальше все развитые страны Западной Европы – Япония, Саудовская Аравия. То есть вместе, помимо блокирующего проекта, блокирующего пакета, США вместе со своими стратегическими партнерами – Англия, Франция, Германия, Япония, Саудовская Аравия – имеют большинство. Поэтому все решения принимают. Да, они дают более дешевые кредиты в районе 4-4,5%, более долгие, но ничего просто так не бывает. Взамен они требуют политическое влияние на те процессы, которые есть. Политическое влияние идет очень простое. Их задача, чтобы американские, европейские компании свободно могли инвестировать и заниматься бизнесом в стране, чтобы мы покупали их готовую продукцию, а были только источником сырья и трудовых ресурсов. Это цинично, четко и правдиво. Поэтому все наши переговоры с МВФ, особенно последний год, вот уже, можно сказать, третий экономический блок у нас, если считать, правительство два, но с учетом, что третий министр финансов, мы говорим о том, что у нас три экономических блока уже поменялось за неполные 10 месяцев. Они ведутся непрофессионально. И этот непрофессионализм, он граничит с какими-то элементами преступности. Потому что есть же злоупотребление, есть халатность. Я думаю, вы скажете мазохизм. Ну, мазохизм, если мы перейдем чуть в философию, то мазоха придумали тоже украинцы, он родом со Львова. Поэтому, видно, у нас эта черта нам присуща, раз мы терпим такие над нами издевательства. Но прежде всего, когда мы ведем переговоры с такими институтами, у нас должна быть альтернатива. Альтернатива в мире есть. То, что мы ее не используем, говорит о том, что вот сейчас, если назвать, например, такой институт финансовый, Asia Investment International Bank, AIIB. Это абсолютно китайский международный альтернатива международному валютному фонду. В котором акционеры тоже все развитые страны мира. США очень долго боролась, чтобы эта институция не начала существовать. Но даже стратегический партнер Израиль ввел заявку на участие в этой институции. Которая по своим функционалу, по своим возможностям полна альтернатива международному валютному фонду. Но мы даже не начинаем с ними переговоры. Возникает вопрос, почему. Это безграмотность, это непрофессионализм. И это вот такое направленное по течению движение. Извините, оставлю пятки пек. В общем, Британия, несмотря на большое неудовольствие штатов, стала акционером этого азиатского банка. И Британия, и Израиль. Послушайте, если мы говорим о интеграции международных финансов, то мы понимаем, что управляют англосаксы, стратегически Британия и США. И во всех любых ситуациях, в том числе в военных конфликтах, это неделимая ситуация. И аналогично Израиль, чего стоит только, например, такая фигура, многоуважаемый экономист, я пару раз довелось с ним пообщаться, это Стэнли Фишер, который с одной стороны был первый зам председателя Международного валютного фонда, а с другой стороны, после этого он был главой Центробанка Израиля. То есть, что в руководстве МВФ, кстати, он был в Федеральной резервной системе тоже вторым лицом, что в ФРС, что в Израиле, в банковской системе, они настолько интегрированы, что у них у всех практически топов два паспорта, американский и израильский, они могут работать что там, что там. Но несмотря на это, почему? Потому что они патриоты своего государства Израиль, и понимают, что да, мы дружим, да, если возникнет внешняя угроза, мы будем вместе, но у нас есть свой бюджет, интересы своего народа, своей страны, поэтому мы рассматриваем альтернативу. Мы же эту альтернативу не рассматриваем, ни что касается других институтов, ни что касается других финансовых источников инвестиционных, под концессии, под источник такой, как Арабский мир, источник такой, как Юго-Восточная Азия, где на сегодняшний день крупнейший инвестор в мире стала Южная Корея. Почему мы не проводим с ними двусторонние переговоры? И вот это фон, в ходе которого мы приходим к взаимодействию с МВФ. Приходим в ситуацию, опять-таки, непрофессиональную. Вот когда горит, вызываем уже как пожарную команду. Ну тогда мы получаем худшие условия, это же очевидно. Когда у вас уже все пропало, и вы идете в ломбард, и вы отдаете в последнюю фамильную драгоценность, которую нельзя отдавать. Ну в данном случае мы говорим про сакральную ситуацию с землей. И мы сейчас уйдем от политического аспекта, надо было это делать, не надо было делать. Но форма, когда это ночью, когда это с перегибом, когда это в последний момент надо сделать, иначе завтра дефолт, иначе завтра все, это не улучшает нашу позицию на переговорах. Мы не сторона в переговорах, мы сторона, которой просто говорят ультиматум. Вы делаете вот это, вот это, и тогда мы, может быть, сделаем. А что мы по факту получили? Мы по факту получили якобы обещанные 10 миллиардов, по факту. Из которых 5 миллиардов, это та программа, за которой мы с августа месяца говорим, которую еще унаследовали от старого нового экономического блока, старого президента. Говорим о 5 миллиардах, которые якобы есть договоренность, что Международный валютный фонд из триллиона, который выделил для помощи всем странам мира в связи с пандемией, что якобы там есть эти 5 миллиардов. И говорим за миллиард Евробанка, говорим за деньги Канады. Вот вместе это все в районе 10 миллиардов, опять-таки в районе, опять-таки нету точной цифры. А что, куда пойдут эти деньги? Мы взяли долги, чтобы ответить за предыдущие долги. В итоге только ухудшили баланс ВВП с внешним суверенным долгом страны. И пошли на два политических уступка. Изнасиловали судебную систему свою, потому что, ну как коррелируется закон, например, что в суде нельзя отстоять свои права. Что касается бывших банковских собственников. Ведь очень много, да, есть история по привату, это история привата. Но был же ряд банков, которые просто ради рейдерства закрывали. Смотрите, Юрий, вот как-то начиная подводить итоги, ведь даже если мы получаем 10 миллиардов, мы не всю сумму получим в этом году. Вот смотрите, вот максимум можно представить, что 7 миллиардов мы получим. И то это так с большим, это очень повезет. Смотрите, то, что увеличили дефицит бюджета, сократив доходную часть и увеличив расходную, на 210 миллиардов гривен. Это при курсе 30, а можно ожидать такой курс, это ровно 7 миллиардов долларов. То есть, грубо говоря, то, что получим, это будет до конца года все проедено. Его, так сказать, ни на что не пойдет. Я еще приведу пару цифр. Бюджет, все знают, верстался бюджет этого года с дефицитом 90 миллиардов. Потом до пандемии ожидали дефицит из-за коррупции и непрофессиональной работы налоговой таможни, ожидали дефицит 200. По состоянию на сегодняшний день, последний прогноз Минфина, еще Уманский успел его сделать, вместе с Институтом экономики, Национальной академии наук, была большая группа специалистов, ожидание дефицита уже 600. То есть, не 7 миллиардов долларов, а 20 миллиардов долларов. Это уже сегодняшние ожидания. Потому что и этот процесс, более того, ведь карантин, он же очень сильно ударит и по теневой экономике. Мы же каким-то образом выживали за счет теневой экономики. Хорошо, это плохо, но она была. И она на каком-то этапе, когда покупает человек машину, квартиру, что-то начинает строить, она перетекает в легальную. А в данном случае остановили все. То есть, если мы говорим, мы же понимаем, что там в Хорике, да, это все рестораны, там, сфера услуг, как правило, были и чайвы, и были там другие зарплаты, да, и все остальное, да. Так этого не будет сейчас. И сейчас это все очень серьезно обострится. Так вот, никакой программы опять нету. Опять назначают нового министра финансов, у него нету программы. Вот он только продекларировал, что мы должны сотрудничать с МВФ. Мы против дефолта. Ну, пусть бы объяснил, почему он против дефолта. Ну, Греция прошла дефолт дважды, в 2012 году, не так давно, 177 миллиардов, реструктуризировала и Европа помогла. Я не сторонник дефолта, не призываю, но мы должны в профессиональной сфере рассматривать разные вопросы. И дефолт, это должен быть наш козырь перед финансовыми институтами сегодня, для переговора. Говорит, ребят, ну, если вы нам не идете навстречу, так вы инициаторы дефолта. Просто по-другому надо ставить вопрос. И многие страны прошли эту процедуру с реструктуризацией, с оживлением экономики. Многие прошли плохо. Ну, вот, Юрий, я заканчиваю нашу беду, скажу, что, в общем-то, определенную колею в свое время задала Юрия Владимировна Тимошенко в бытность с премьером, когда она осенью 2008 года сказала, а зачем нам антикризисная программа, когда у нас есть программа МВФ. Ну, вот с тех пор, ну, тогда это выглядело как неуместная такая шутка, женская, хотя она серьезно говорила. Но с тех пор это стало мейнстримом отечественной экономики. Ну, к сожалению, знаете, мы с коммунистического мира вот так ворвались в капиталистический мир, как в джунгли. У нас не было ни специалистов, ничего. И при всем у кого-то, может, есть большое уважение к Юле Владимировне, и, может быть, она еще будет долго на политической сцене. Ну, одно дело торговать газом, а другое дело проводить вот такие международную финансовую политику в интересах своей страны. Поэтому, конечно, это утверждение категорически неправильное. Должна быть антикризисная политика, стратегия, секторально, по всем видам производства, шаг за шагом. И на самом деле Украины эти возможности есть, и вот такого краха я не вижу с учетом наших возможностей. На этом наша беседа подошла к концу. Моим собеседником был Юрий Атаманюк, экономический эксперт. Благодарю вас, Юрий. Спасибо, Дмитрий. Разумеется, Соединенным Штатам не нужен МВФ. У них есть свой печатный станок, хотя и находящийся в частных руках 13 банков, образующих Федеральную резервную систему. И на коротком шаге этим инструментом можно отрегулировать даже самые серьезные проблемы. Так, например, утром 26 марта Министерство труда США обнародовало статистику по безработице, согласно которой на 21 марта количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось за неделю на 3 миллиона 280 тысяч человек. В то время как за две недели до этого показатель составлял всего 211 тысяч, что, согласно информации агентства Bloomberg, было близко к полувековому минимуму. Данные на 21 марта не просто побили рекорд 1982 года, они побили его в 4,5 раза. При этом консенсус прогноз экономистов, опрошенных Доу Джонс, составлял всего 1,5 миллиона обращений, в 2 с листьем раза меньше, чем оказалось в реале. Казалось бы, при таких цифрах, индекс Доу Джонса должен рухнуть, как 10 днями ранее. Но он очень вяло среагировал на данные Министерства труда, а уже 27 марта пополз вверх. Дело в том, что на тот момент советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу огласил общую сумму помощи, выделяемой властями США на борьбу с коронавирусом. Фантастические 6 триллионов долларов. Из них 2 триллиона – это средства государственного бюджета, еще 4 триллиона – кредиты Федеральной резервной системы. Для понимания, это единоразовое вливание превышает 7% мирового ВВП. Что касается бюджетной помощи, то 1 триллион долларов – это раздача денег населения. По 1 тысячи на взрослого и по 500 долларов на ребенка. Второй триллион бюджетных денег предназначается на налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса и физических лиц, а также на расширение программы пособий по безработице. Пакет помощи бизнесу охватит компании с численностью работников до 500 человек в обмен на обязательство не увольнять работников в течение двух недель. Эта помощь затронет около половины американской экономики и около 80 миллионов работников, примерно половину всех занятых. Со своей стороны ФРС, снизив ключевую ставку до диапазона от 0 до четверти процента, превратил кредиты в де-факто бесплатные суды. ФРС собирается поддерживать как первичное размещение корпоративных бумаг, так и акции, уже обращающихся на биржах, а также выдавать кредиты под гарантии администрации малого бизнеса и некоторые другие гарантии. Самое интересное, что ФРС принял уникальное решение о снижении нормы резервирования для коммерческих банков с 10% до нуля, на что эксперты справедливо заметили, а не убрать ли тогда из названия Федеральная резервная система слово «резервная»? Кстати, необходимо понимать, что эти колоссальные суммы в триллионы долларов тратятся на поддержание бизнеса, в то время как непосредственно на борьбу с коронавирусом как болезнью выделено всего 46 миллиардов долларов. Еще один интересный момент. В прошлой программе мы ссылались на выступление Дональда Трампа 24 марта в эфире телеканала Fox News, в котором он призвал отменить карантин 12 апреля на протестантскую и католическую Пасху. По его словам, Соединенные Штаты, цитата, «не были созданы, чтобы оставаться без работы». Конец цитаты. Однако уже 30 марта, с присущей ему последовательностью, Дональд Федорович перенес окончание карантина на 30 апреля, а 31 марта предупредил нацию, цитата, «я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели». Конец цитаты. Позже Трамп сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель. Тяжелыми гирями аргументов на чашу весов жесткого карантина, согласно информации The New York Times, легли заявления группы по координации мер по борьбе с вирусом при администрации президента США. Смертность в Штатах может составить от 100 до 240 тысяч человек, а при неблагоприятном развитии, то есть без мер профилактики, 2,2 миллиона. Беспрецедентные финансовые вливания из бюджета и кредиты ФРС мы обсудим с финансовым аналитиком, управляющим партнером инвестиционной компании Capital Time Эриком Найманом. Добрый вечер, Эрик. Добрый вечер. Эпиграфом к нашей беседе я возьму известное высказывание Джона Мейнарда Кейнса, стимулирующие методы которого, похоже, используют сегодня ФРС. Цитата. «Рынки могут оставаться иррациональными намного дольше, чем вы платежеспособны». Сколько времени могут вести себя иррационально рынки, когда при де-факто остановившейся экономике фондовые индексы неплохо держатся? Ну, это может длиться, на самом деле, не так уж и долго. Может быть, месяц или два. Хотя, если вспомнить историю 1929 года, экономические кризисы и спад у них начался еще февраль-март 1929 года, а рынки упали и грохнулись в октябре. Поэтому бывают истории, и как раз Кейнс именно по той истории и писал свое изречение. Поэтому, может быть, это и 6, и 7 месяцев затягивается. Но сейчас история сжалась. Все стало намного быстрее. То, что раньше происходило за месяцы, сейчас происходит за недели. Эрик, скажите, а вообще вот в таком ситуации, такой при полуработающей экономике, но больших вливаниях, до президентских выборов, до начала ноября, рынки могут продержаться? Потому что, как известно, американцы все-таки обращают внимание на фондовый рынок, на уровень безработицы в момент президентских выборов. Рынок всегда играет ожиданиями. То есть, вот представьте, что вы едете в автомобиле, и у вас есть лобовое стекло, вы видите то, что там предполагаете, у вас будет впереди. И есть зеркало заднего вида. Часто экономисты смотрят в зеркало заднего вида и пытаются объяснить, а что произошло у них за спиной. Вот рынок себе не может позволить такой роскоши, потому что ты покупаешь сегодня в ситуации полной неопределенности и неизвестности, и заработаешь только завтра. Поэтому приходится смотреть в лобовое стекло, но при этом все рынки едут в тумане. И, конечно же, дальше это предопределяет дальнейшее поведение. Сейчас ожидание, первое, что смотрят, будет или нет повторная вспышка коронавируса, ну, в первую очередь, Китая. То есть, мы очень внимательно следим за Китаем. Если Китай покажет, что у них будет повторная вспышка коронавируса, тогда всех инвесторов охватит просто ужас, и этот полет не остановит никто, этот полет вниз. Не остановит никто ни ФРС, ну, просто никто. Но если пронесет, если повторной вспышки коронавируса не будет, тогда следующее мы смотрим, а что же у нас в реальной экономике? Сколько уволят людей? Потому что сейчас обсуждается, уволят или 30, или 50 миллионов человек только в США. Ну, в Украине тоже это будут миллионы людей уволенных. Уже сейчас говорят об одном миллионе, но, скорее всего, и в Украине это все не обойдется легкой прогулкой. В США, например, говорят, что будет уволено от 20 до 30 процентов рабочей силы. Эрик, на какой срок? Это на месяц, на несколько месяцев, на полгода? Ну, пока увольняют временных рабочих, там, посудомойки, маркетологи, водители. Ну, то есть те, кто напрямую не зарабатывают, не приносят деньги в компанию, в бизнес, и те, кого легче всего уволить. И это увольнение, как уволили, так и могут нанять легко. Это происходит буквально в течение одной недели. А вот постоянные рабочие – это сотрудники транспортных компаний, авиакомпаний, заводов каких-нибудь, фабрик. Вот если этих людей увольняют, то увольняют уже обычно 3, 6, а может быть и 12 месяцев. То есть это уже на месяц, это уже постоянные рабочие. И вот мы сейчас смотрим именно за статистикой, будут увольнять постоянных рабочих или нет. Пока первые сигналы, ну, такие неприятные. Неприятные, но еще нет статистики. Второй вопрос. В материале от 27 марта в The Wall Street Journal под названием «Коронавирус вызывает глобальную золотую лихорадку» говорится, что из-за пандемии в США возник дефицит золотых слитков и монет свободной продажи. А банкиру Суэлл-стрит обратились за помощью к королевскому канадскому монетному двору. О чем говорит нехватка золота в США? О недоверии к доллару? Или о том, что действительно ждут вторую волну коронавируса в Китае, когда единственной тихой гаванью будет золото, палладий, ну, какие-то другие драгоценные металлы? Ну, это спрос со стороны населения. Нужно понимать, что обычные люди не рассуждают какими-то сложными понятиями и не выстраивают многошахматную партию, когда ты прогнозируешь свои ходы на много шагов вперед. Они смотрят очень просто. Они веют телевизор. Американцы, опять же, они паникюры. Они пошли, первое, что покупать, это оружие и разбирать оружие всевозможных калибров. Ну, и второе, конечно же, это золотые монеты и слитки, как традиционный, а на всякий случай. Но при том, что золото не является средством платежа. Но за золото вы можете... Ну, вот представляете, у меня, например, мой знакомый, который давно уже уехал из нашего постсоветского пространства, он говорит, мне рекомендуют, ты давай запасайся водкой или спиртом, потому что могут настать времена, когда за бутылку водки... Ну, мы помним, это в советское время было. В конце развала Советского Союза за бутылку водки можно было много что получить. Вот примерно такой же порядок для серебряных и золотых монет. Понятно. И вот такой третий вопрос, немножко, может быть, конспирологический. Ну, считается, что Уолл-стрит лоббировал продление карантина. Не для того ли это делается, чтобы весь объем кредитов ФРС был влит в экономику, все 4 триллиона, и чтобы, как в 1929 году, весь бизнес стал должником банковской системы? Ну да, то текущего кризиса однозначно выигрывает Уолл-стрит, и она побеждает, так называемая, борьба в мейн-стрит, или производственников, промышленников и финансистов. Конечно же, в ходе кризиса всегда побеждают финансисты. Потому что кредиты, залоги, они находятся в их рычагах. И мы видим, что ФРС в первую очередь помогает именно финансистам. А уже 2 триллиона помощи от Конгресса, от президента, вот они направлены в реальную экономику. То есть у вас, с одной стороны, 4 триллиона от ФРС, 2 триллиона от Конгресса. Бюджета, ну да, от правительства. Это разные вещи. Поэтому, да, выиграют, конечно, финансисты. Благодарю вас, Эрик, за содержательную беседу. Это был Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании «Кэпитал Таймс». До встречи. Имея в противниках пандемию и спровоцированный ею финансово-экономический кризис, Дональд Трамп решил сократить количество фронтов, пытаясь завершить нефтяную войну, формально развязанную Москвой и Эр-Риадом. На самом же деле, как сообщает издание «Политика», президент США Дональд Трамп 9 марта в телефонном разговоре с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом одобрил планы Эр-Риада по увеличению добычи нефти. Однако попросил, чтобы падение цен не повредило американским производителям. Согласно источникам политиков в Белом доме, Трамп призвал саудитов сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США остались в пределах. Ну а дальше произошло, как в прекрасном позднесоветском анекдоте про ядерные испытания. Дело в том, что подписав договор с Соединенными Штатами об ограничении мощности подземных ядерных взрывов рамками от 2 до 150 килотонн, и в соответствии с требованием публичности, Советский Союз каждое такое испытание сопровождал сообщением в новостях. «Проведено подземное испытание ядерного оружия мощностью от 2 до 150 килотонн». После такого вступления, оправданного давностью лет, привожу сам анекдот. Американец спрашивает у русского, «А что значит от 2 до 150 килотонн?» А русский ему и отвечает, «Дело в том, что мы планировали 2 килотонны, а оно как долбанет?» Примерно то же самое произошло с саудитами. Долбануло по самое «не могу». И то, что саудовская «Араб Лайт», российская «Уралс» и техасская «Вити Ай» упали до минимума в 1999 году, это еще не самое дно. Как свидетельствуют сайты с котировками американской нефти, цена на серосодержащую «Вайоминг Асфальт Сёр» падала до минус 19 центов за баррель. То есть платил не покупатель, а продавец, чтобы освободить хранилище. На момент подготовки выпуска международной панорамы котировки этой марки колебались ниже 1 доллара за баррель. Разумеется, буквально с первых дней нефтяной войны все пошло не по плану у обеих главных зачинщиков Москвы и Эр-Риада. Но именно это самое «не по плану» вкупе с декларируемой готовностью обеих сторон идти до конца не вызвало ни малейшего желания у остальных субъектов и объектов нефтяной войны стать свидетелями этого самого конца. Тем более, что рейтинговое агентство «Мудис» предательски дало понять, что у России больше шансов выиграть ценовую войну, нежели у Саудовской Аравии. Как гласит американская пословица, все становятся миротворцами, когда у них заканчиваются патроны. И как мы и прогнозировали в предыдущем выпуске «Международной панорамы», лично Дональд Федорович выступил в качестве посредника спасающего нефть, по его словам, от безумия Москвы и Эр-Риада. 31 марта президент Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности. Цитата. «Они планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать, потому что вы не хотите терять нефтяную промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест». При этом Трамп отметил, что провел хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салман. В целом же необходимо отметить, что Белый дом и Кремль последние дни обменивались некими сигналами, которые мы, судя по всему, сможем полностью осмыслить не ранее ожидаемого прекращения нефтяной войны. Так Дональд Трамп сделал важный для Кремля исторический реверанс, напомнив о том, что во Второй мировой войне Соединенные Штаты и Советский Союз были союзниками. Правда, при этом он вдвое преувеличил потери СССР в этой войне. Также Дональд Трамп в понедельник 30 марта заявил, что Соединенные Штаты получили помощь от других стран для борьбы с коронавирусом. Цитата. «Китай прислал нам некоторые вещи, это было потрясающе. Россия также прислала нам очень большие самолеты вещей, медицинского оборудования. Это было очень мило». Конец цитаты. Самое милое заключалось в том, что российский самолет с гуманитарной помощью на тот момент только загружался для вылета в США, но на сегодня это уже не имеет никакого значения. Видимо, для того, чтобы не быть в очередной раз уличенным в русофилии, Дональд Федорович все же напомнил о своей неприходящей роли в деле введения санкций против Северного потока-2. Цитата. «Например, трубопровод, российский трубопровод. Никто даже не слышал о российском трубопроводе, пока я не появился и не сказал, а может это? Это был я, а не кто-то другой». Конец цитаты. Однако, если перевести восхищенный взгляд с Трампа на Балтийское море, то там, похоже, разыгрывается типично русская драма «А Васька слушает доест». 31 марта на маршрут Балтийского газопровода «Северный поток-2» вышел нидерландский камнеукладчик, отрабатывающий скромный контракт в 250 миллионов евро. А тем временем, одиноко идущий в Балтийское море вокруг Африки трубоукладчик «Академик Черский» нагоняет сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». К глубокому сожалению украинских патриотов под этим названием ходит не украинский, а российский сторожевик. Возвращаясь к нефтяным войнам, отметим понесшую наибольшие потери многострадальную Венесуэлу, вынужденную продавать свою нефть сорта «Мрей» по цене 5 долларов за баррель. Здесь, кроме срыва сделки ОПЕК+, повлияли и американские санкции на потенциальных покупателей венесуэльской нефти, и ее невысокое качество, и переполненность нефтехранилищ. И как мы с вами и предполагали в одном из предыдущих выпусков, Вашингтон не упустит возможности использовать очередные экономические трудности Боливарианской республики. 26 марта министр юстиции США Уильям Барр обвинил президента Венесуэла Николаса Мадуро и 14 членов его ближайшего окружения в торговле наркотиками, наркотерроризме, коррупции и отмывании денег, предложив вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, ведущую к захвату и судебному преследованию Мадуро. В тот же день эта информация была продублирована на сайте Министерства юстиции США с уточнением, что Мадуро и другие высокопоставленные чиновники Венесуэлы предположительно сотрудничали с ФАРК, чтобы, используя кокаин в качестве оружия, затопить им Соединенные Штаты. Видимо, имеет смысл пояснить, кто такая ФАРК, сотрудничество с которой приравнивается для руководства Венесуэлы к отягчающим обстоятельствам. ФАРК – испанская аббревиатура от Революционной Вооруженной Силы Колумбии. При этом в полном названии организации присутствует также словосочетание «Армия народа». Это леворадикальная повстанческая экстремистская группировка Колумбии, изначально сформированная в 60-х годах прошлого века как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Война ФАРК против официальной богаты стала продолжением десятилетней гражданской войны между сторонниками Консервативной и Либеральной партии Колумбии, в которой коммунисты сражались на стороне либералов. Тьфу на них во всех моих программах. После примирения этих партий и создания коалиционного правительства, коммунисты и непримиримая часть либералов продолжили борьбу, уведя свои отряды в непроходимые центральные кодильеры. Созданная в 1964 году, ФАРК теоретически выступала как партизанское движение, в отдельные моменты контролируя более 45% территории страны, ведя с переменным успехом войну против регулярной армии Колумбии и укрепивших ее американских командов. ФАРК с 80-х годов прошлого века вступила в неоднозначные отношения с колумбийскими наркоборонами, введя для них так называемый революционный налог, гарантировавший охрану плантаций коки, в том числе и от регулярной армии, в обмен на гарантии, что все 100% произведенного кокаина будут направлены за пределы Колумбии, желательно в Соединенные Штаты. Кроме всего прочего, ФАРК организовывала в рамках городской герильи террористические акты похищения заложников и убийства политиков. В 2001 году, через 37 лет после ее создания, Госдепартамент США внес ФАРК в список террористических организаций. Аналогичное решение принял Евросоюз. По версии Кубы и Венесуэлы, эта организация является партизанской, действующей на основе боливарианских идей. В программе ФАРК было записано. «Мы – военно-политическая организация, находящаяся в оппозиции правящему режиму Колумбии, ведомая идеями Маркса, Ленина и Боливара. Мы боремся за социалистическое общество, дабы восстановить справедливость на всей планете, начав с нашей Родины». Конец цитаты. Однако, после подписания мирных соглашений с правительством Колумбии, ФАРК осенью 2017 года преобразовалась в политическую партию «Единая революционная альтернативная сила», сохранив испанскую аббревиатуру «ФАРК». Также на сегодняшний день уже нет такой организации, не говоря уже о том, что за подписание первого мирного договора с ФАРК тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантец получил Нобелевскую премию мира за 2016 год. Как бы то ни было, у американских союзников очередная атака Вашингтона на Каракас восторга не вызвала. Так британский полуофициоз в лице Би-Би-Си, пересказав обвинения в адрес Мадуро и его соратников с сайта американского Минюста, на этот раз не забыл о пресловутых стандартах журналистики, добавив, «Мадуро отверг обвинения правительства США и назвал их ложными. Ранее он обвинял США и Колумбию в заговоре против Венесуэлы и разжигании насилия в стране. Мадуро убежден, что США хотят его сместить, чтобы получить доступ к нефтяным запасам страны». Конец цитаты. А вот немецкий полуофициоз «Немецкая волна» в развитии темы новых обвинений Вашингтона в адрес Николаса Мадуро напомнил, что «Белый дом» пытается продвинуть на его место самопровозглашенного президента Хуана Гуайда. Вслед за многообещающим по заголовкам «беспомощность Хуана Гуайда» журналисты немецкой волны безжалостно констатируют. Цитата. «Когда Хуан Гуайда в начале 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, ему еще удавалось мобилизовать народные массы в свою поддержку». «Однако за последние месяцы эта поддержка ослабла, и Мадуро, несмотря на усиление санкций со стороны США, по-прежнему уверенно правит страной». Конец цитаты. А вот реально, хотя и на всю голову независимая британская The Guardian, разразилась оперативным комментарием, в котором почтенные публики напомнили, что согласно американским же данным за 2018 год, через боливарианскую Венесуэлу прошло 210 тонн кокаина, в то время как через проамериканскую Гватемалу в 6 раз больше. The Guardian приводит слова Джеффа Рэмси, директора венесуэльской программы в мозговом центре Вашингтонского офиса по Латинской Америке. Цитата. «Венесуэла является далеко не основной стороной транзита кокаина для Америки. Если бы правительство США хотело решить проблему с кокаином, оно бы сосредоточилось на коррупции в таких местах, как Гондурас и Гватемала, оба правительства которых администрация баловала в последние годы». Конец цитаты. Ну, завет Франклина Делано Рузвельта, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, никто в Штатах не отменял. Кстати, The Guardian напоминает, что в октябре прошлого года, цитата, президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был назван соучастником в суде Нью-Йорка по делу его родного брата Хуана Антонио Эрнандеса, осужденного по делу о крупномасштабном сбыте наркотиков. Однако, по итогу, президенту Гондураса, который является близким соратником администрации США, обвинения не предъявляли». Конец цитаты. Для полноты латиноамериканской наркокартины можно только упомянуть, что, согласно сообщению Reuters, в прошедшее воскресенье 29 марта президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор, посетив маленький городок Бадирагуата, пожал руку матери самого известного уроженца этих мест, знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана, сделавшего свою маленькую родину оплотом наркокартеля Синалоа. При этом сам Гусман отбывает пожизненное заключение в Соединенных Штатах, но его дело продолжил сын, Авидий Гусман Лопес. Когда в октябре прошлого года полиция задержала Авидия, то боевики наркокартеля с боем отбили его. Думаю, это во многом объясняет желание президента Мексики пожать руку мужественной женщине, воспитавшей таких сына и внука. Ну, а возвращаясь к главной теме последнего месяца, расскажу вам свежий мексиканский анекдот. В связи с эпидемией коронавируса в Соединенных Штатах, власти Мексики высказали готовность помочь Соединенным Штатам достроить стену вдоль границ. Ну, а возвращаясь к Венесуэле, отметим еще один интересный момент. Чтобы выйти из-под американских санкций, Роснефть продала правительству России свои активы в Венесуэле, которые, судя по всему, достались вновь созданной компании «Росзарубежнефть» со стопроцентным государственным капиталом. И здесь мы тоже можем ожидать важных событий, маркеров. Снимут ли штаты санкции с Роснефти, наложенные за торговлю венесуэльской нефтью, и введут ли их против «Росзарубежнефти»? Несомненно, что эти вопросы неизбежно станут частью переговоров между Вашингтоном и Москвой в рамках Тройственного нефтяного союза. Как бы мы ни пытались, записывая программу 1 апреля, отвлечься от этой даты, тем не менее реалии нашей жизни не позволяют расслабиться. Ведь 1 апреля в Украине, несмотря на коронавирус, стартует второй этап медицинской реформы, резко сокращающий количество медицинских учреждений в стране, и практически уничтожающий стационарное лечение. Причем противник реформы, выступавший за перенос второго этапа, министр Илья Емец, был накануне уволен. Комментируя это решение, Емец заявил, что увольнение состоялось благодаря Ульяне Супрун, которая, даже уйдя с должности, сохранила большое влияние на власть. Злые языки утверждают, что смерть, однажды встретившись с Супрун, закричала от ужаса, решив, что она начала отражаться в зеркале. Впрочем, Супрун – это прежде всего феномен диаспорянина, заброшенного в Украину из Соединенных Штатов с одноразовой миссией. Точно так же, как Супрун развалила худо-бедно существовавшую медицинскую систему Украины, также в свое время министр финансов Украины Натали Н. Яресько реструктуризовала украинский внешний долг на кабальных условиях. Чтобы эти примеры не казались отдельными казусами, с удовольствием ознакомлю вас с еще одним феноменом – внештатным советником президента Владимира Зеленского, представителем американской диаспоры Эндрю Маком. Интервью с ним взяла главный редактор сайта «Левый берег», именующая себя Соней Кошкиной, специально отправившаяся для этой встречи в Вашингтон. Интересно, у меня одного создалось впечатление, что более естественным местом встречи с советником президента Украины был бы Киев. Собственно говоря, все интервью было взято для того, чтобы Эндрю Мак сравнил главу Офиса Президента Андрея Ермака с Генри Киссинджером. Забавно, что Эндрю Мак даже не помнит должности Киссинджера. Цитата. «В 1969 году президентом США становится Ричард Никсом. Его помощником или советником был Генри Киссинджер». Конец цитаты. Дорогой Шлымазл Эндрю, Киссинджер был советником по национальной безопасности. Должность намного более высокая, нежели помощник либо советник. Впрочем, вчитываемся далее. Цитата. «Киссинджер провел перезагрузку дипломатии. Он изменил историю и Америку. Закончил войну во Вьетнаме. Выстрел диалог с Советским Союзом. Открыл для Америки Китай. Я не говорю, что Газдеп тогда не работал. Может, даже эффективно работал, но нужен был другой подход. Для меня выглядит так, что Андрей пытается сделать что-то похожее сейчас. Конечно, это не простая задача. И, думаю, будет много эмоциональной критики, как и в случае с Киссинджером. Но другого выхода, я думаю, для Украины нет». Конец цитаты. «No comments. Блин». Однако, сосредоточившись на одной теме, которую он должен был донести до публики, читающей «Левый берег», господин Мак расслабился и начал проговариваться. Он признается, что проукраинское лобби в Вашингтоне не особо велико, но объясняет это весьма оригинально. «Недостаточно сильное проукраинское лобби, цитата, следствие очень сильного антироссийского лобби на протяжении многих лет, которое мы смогли, в принципе, использовать в свою пользу. Нам с этим очень повезло, что не было острой необходимости выстраивать свое лобби». Конец цитаты. Также Эндрю Мак откровенно говорит, что никаких изменений в американо-украинских отношениях не будет до конца года, то есть до выборов. А вот в вопросе взаимодействия с диаспорой Остапа понесло. И в ответ на невинный вопрос журналистки, консолидации всех проукраинских сил, имеется в виду в диаспоре, «Была одной из задач, которую ставил перед вами президент Зеленский, назначая на эту должность». Эндрю гордо ответил, цитата, «Нет, я советую президенту, как строить отношения с диаспорой». Этим ответом господин Мак ярко демонстрирует, что в качестве советника и лоббиста он является функциональным идиотом. Вместо того, чтобы по всем правилам политесса признать инициативу в отношении диаспоры, исходящей от президента, а советник лишь исполнитель этой воли, Эндрю Мак демонстрирует, что это он формирует политику президента в отношении диаспоры. Понятно, что это заявление в первую очередь адресовано платежеспособной части украинской диаспоры. Более подробно об агентах внешнего влияния в Украине мы поговорим с политическим экспертом Андреем Золотаревым. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Андрей, вот такой вопрос. Как, по-вашему, сколько существует групп внешнего влияния на украинскую политику, на украинскую власть? Ну, понятно, что какие-то остатки демократического влияния остались, они никуда не делись. Понятно, никуда не делись саросята, а кто еще? Ну, есть куда менее значимые группки, но после 2014 года мы можем говорить именно о двух ключевых группах. Это клиентела неоконсервативного Крымладемократической партии и представители вот этого саросиного кооператива, которые практически превратились, когда говорят, саросята. Понятно, что, если мы говорим о рябошапке, он, допустим, ничего общего с саросом не имеет, но это стало таким именем нарицательным агентом внешнего влияния. Понятно. А что республиканцы? Почему у них не получилось? Так бодро заходили, целый Джулиани приезжал? Ну, наверное, все-таки республиканцы, за исключением Маккейна, уделяли куда меньше внимания Украине. И очевидно, что в команде Трампа нет столь знающих, в кавычках, украинскую специфику людей, ну, собственно, типа вот этой мадамы, раздававшей печеньки на Майдане. Вот. Как раз команда Байдена, она достаточно плотно вошла в украинские дела. И, несмотря на то, что демократы, ну, собственно, Трамп уже готовится к следующим выборам, тем не менее, собственно, и клиентела демократов по-прежнему имеет в украинской политике очень прочные позиции. И беда в том, что это по умолчанию такая тема, что, собственно, боятся, элементарно боятся воевать с сарасятами. Ну, кто? Ну, пожалуй, кто последовательно выступает? Ну, Лукаш Портнов, допустим, когда он последовательно выдавливал Рябошапку, ну, будем говорить так, ведь почти на 90% это его заслуга, то, что Рябошапка ушел. Он последовательно проводил линию на необходимость устранения агентов внешнего влияния из украинской политики. Увы, для остальных эта тема табу. И даже представители зеленой команды, когда им задавали вопрос, ребята, вы ведь в слуге народа, вы четко артикулировали необходимость покончить с внешним управлением. Что у вас произошло, почему вы начали действовать в совершенно противоположном ключе? Ну, отговорки в духе того, что, дескать, это была единственная разветвленная структура, закрывающая все сферы. Ну, бла-бла-бла шоу, одним словом. Поэтому, ну, пока, во всяком случае, с учетом последнего голосования Верховной Раде по вопросу земли, ну, мы по-прежнему находимся, собственно, в статусе подмонатной территории, находящейся, по сути, под внешним управлением. А значит, вот эта клиента, она по-прежнему будет править бал. Это вы знаете, что все равно, чтобы здоровые органы рассуждали, что у нас, говорит, в организме метастазы, это единственная разветвленная структура, и как же вот мы их будем, там, химиотерапией, так сказать, изничтожать. Так сказать, вот логика та же самая, мне кажется. Ну, и, по-моему, и с, собственно, и с зеленой командой случилось то, что происходит с огурцом, который помещают в бочку с рассолом. И это сегодня мы видим. Благодарю вас, Андрей. Это был политический эксперт Андрей Золотарев. На этом наша программа подошла к концу. До встречи через неделю. Всех благ. Будьте здоровы. Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин